У нас сегодняшний составной сигнал, он посвящен так называемой новой физике, мы ищем новые необычные эффекты, которые намекают на то, какая физика может быть в будущем, куда она может двигаться, и почему нынешняя картина мира научная, она не удовлетворительная. В самом деле, если мы вспомним, последняя фундаментальная физическая теория создана в 1923 году, это была квантовая механика, с той поры ничего фундаментального в физике по большому счету не появилось. Какие квантовые теории были, это что, не в счет, что ли? Квантовая теория поля является гибридом, она не является самостоятельной физической теорией, это неудачная попытка, на мой взгляд, неудачная, совместить принципы квантовой механики и материстскую теорию. Я готов с этим поспорить, но ладно, похоже, вернемся. Вот, то есть вот такая вот вещь. Второе, что нас будет интересовать, это то, как новое знание, как новая наука пробивается сквозь череду административных барьеров. Про то, как нормальная наука, в смысле куна, противопостоит по-настоящему новому знанию. То есть это можно сказать, что наука против знания. Я предлагаю это потом обсудить, потому что я сегодня перечислю, пожалуй, пять исследований, за ними, которыми скрываются десятки групп. И то, что это все совершенно не получается на сегодняшний день непонятно и необъяснимо. Я когда 20 лет назад почти уже работал в ЛИАФе, в теоретелии, я всегда интересовался, чем там занимаются мои коллеги про теоретел, которые связаны непосредственно с теоретной физикой. Мне отвечали, что у них наука состоялась. Но их результатов там не получают. И они потихонечку все эмигрируют в разные стороны. Кто туда, кто сюда. Как раз, казалось бы, ядерная физика, если есть нечто совершенно такое понятное, и концептуально ставшее, и концептуально завершенное, то новое знание там приобрести как бы нельзя. На сегодняшний день считается, что новое знание мы добываем либо в области очень маленьких расстояний, либо в области очень больших энергий. Ну, большой, наверное, коллайтер, да? А за всем этим, как бы, считается на сегодняшний день, что все известно. О чем я буду говорить? Буду говорить о такой запретной теме, как трансмутации химических элементов. Когда говорят о трансмутациях? Ну, когда у нас свинец, например, превращается в золото. Это мечта любого алхимика. То есть, когда химический элемент каким-то образом превращается в другой химический элемент. С точки зрения химических реакций это невозможно. Но это возможно с точки зрения физических реакций. Как это на сегодняшний день случается? Случается это таким образом, что у нас летит, допустим, нейтрон. Он видит перед собой уран-235, подлетает к нему, поглощается этим ураном-235. После этого уран-235 разваливается на большое количество кусков. Это обычный тепловой реактор. И обычная атомная бомба работает ровно на этом принципе. Почему здесь именно нейтрон? А потому что, если бы был электрон, ему пришлось преодолевать кулоновское сопротивление всевозможного рода электронных оболочек. И даже две частицы на очень маленьких расстояниях одинакового заляда, они очень сильно расталкиваются. Поэтому, когда люди пытаются говорить о термояди, о термоядианом синтезе, то тогда, две, значит, ситуации, то нам нужны очень высокие давления и очень высокий температур. Для чего? Для того, чтобы, скажем, два положительно заряженных ядра, водорода, ну, скажем, электронные трети, они между собой столкнулись и было преодолено сила кулоновского расталкивания, и они могли между собой слиться. Кстати, в ядерной бомбе, когда за баллом используется атомная бомба, это возможно, на практике на сегодняшний день это в управляемом количестве, это невозможно. Мы же будем говорить о очень похожих, более ярких эффектах, которые происходят в энергетическом спектре в 10,5-10, меньше, чем энергии, которые нужны для термоядерного схожия, термоядерной эрекции. То есть 10,10, то есть это очень много, то есть это получается 10 миллиардов раз, примерно вот такой у нас порядок, энергии должны были начаться. Наша история очень похожа на интегтив. Этот интегтив начался в 1922 году. В 1922 году группа Чикагских исследователей во главе с Вентом выставила очень простой эксперимент. Она была как бы вакуумной цилиндрой, вакуумной цилиндрой, это вакуумная цилиндрой, был тонико-вальфлановая проблочка, пропускали сквозь него быстро какой-то электрический ток достаточно большого заряда. И после этого тонико-вальфлановая проблочка, она взрывалась. В этом, казалось бы, нет ничего удивительного, но проблема была, что при всем этом оказывался гелий. А гелий это что такое? Это его итроид, это альфа-распад. Значит, фиксировался таким образом они считают. При одной реакции они получали примерно 1 кубический сантиметр гелия. Вот, то есть вот такая вот, замыкаешь здесь ключ, бац, ну как обычная лампочка, она взялась, взорвалась, и при этом у нас появляется альфа, альфа-частица. Перепопустим, получается, получается гелий. Они собрали некое количество гелия, и тогда, в 1922 году, этот эксперимент вызвал большое количество всевозможных обсуждений, и в это дело вмешался Резерфорд, который обладал подавляющим авторитетом. И он решил поставить этот же эксперимент в другой форме. Он взял еще более энергетические электроны, чем по расчетам должны были быть в этом вольфрамовой проблочке, на ускорителе их разогнал, и бомбардировал именно вольфрамовую мишень. Никакого подобного реакции, никакого альфа-частица, ничего подобного он не наблюдал. И вент тогда заболел и умер через некоторое время, вот этот самый гелий был утерян, и эксперименты эти воспроизведены не были. Тем более, что не были проблем с финансированием, потому что авторитета Резерфорда. Как мы теперь понимаем, а это уже получилось чуть-чуть позже этого эксперимента, что электроны это не только частица, но это еще и волна. Это что означает? Что при достаточно большой силе тока, у нас возможны ситуации, когда вот эти волны от различного рода электронов, вот здесь, ну вот они так, они как бы, вот их бугры, как бы находятся в одной точке пространства. И таким образом у нас здесь возникает мощное усиление. Их может быть три, их может быть четыре. Типа интерференции? Да, типа интерференции. Типа интерференции. Только в интерференции еще есть и падения. Да, есть и падения. Но это нам важно, чтобы в определенных точках пространства, когда у нас идут электроны, может оказаться так, что интенсивность в отдельных, на маленьких кусочках, она будет чрезвычайно высока. И очень важно, что в этом смысле, вот эта мощность, она будет зависеть от очень сильного тока. С точки зрения резервфорда, все было совершено не так. С точки зрения, у него один отдельный электрон взаимодействует с вольфрамовой мишенью. А здесь, когда у нас много воздействует, много электронов, когда вот его просто замыкаешь, может быть возникнет такая ситуация, когда в отдельных точках у нас очень много электронов, действует как бы на одну точку, многократно усиливает эффект. Это связано с волновыми свойствами электрона, чем резервфорду в 1922 году совершенно не могут дать. Поэтому его эксперимент с мишенью, эксперимент Вента с рубильником, это два разных эксперимента. То, что у Вента могут достигаться более высокие энергии, и плотности, точнее, энергии, на очень маленьких промежутках, это нам чрезвычайно интересно, и чем его подозреватель из эффекта. И вся эта история, как бы, с экспериментом Вента, казалось бы, совершенно замечательным образом, закончилась в 1922 году и не воскрешалась никогда. Но совершенно случайно, можно сказать, группа, различные группы, в основном, российских, в том числе и веканских исследований, начали проводить большое количество экспериментов, которые были значительно ярче, чем эксперимент, который я описал, который приводит к таким же родам, парадоксальным заключениям. Значит, эксперимент конца 80-х годов. Автор Солин. Значит, что происходило? У нас вакуумная печь. Обычная вакуумная печь. У тебя подается пучок электронов, да, здесь. А здесь у тебя существует ускоряющее напряжение какое-то. По-моему, у него было 30 кВт. Пучок электронов. Здесь у тебя находится цирковь. И что-нибудь от циркови. И у тебя в этой вакуумной печке начинается плавление цирковь. Как и что здесь казалось бы? Обычная ситуация. Из-за потока электронов, подопадающих, у тебя начинает плавиться цирковь. Через некоторое время эта реакция начинает идти с выделением тепла. У тебя на поверхности электронов начинаются волны такие. Они должны опадать и сделать. Потом это дело оканчивается тем, что здесь оказывается бугор ярко-белого цвета. Его цвет резко отличается от цвета обычного циркови. Вынуждены выключить потом, потому что она разогревается, вынуждены выключить управляющее электрическое напряжение. После этого все спадает и возникает некоторая такая конструкция в этом с длинными большими трубочками. Там сложная такая конструкция. Они очень хрупкие. Поэтому ребята, знаете, что решили сделать? Они решили анализ химический этих трубок каким-то образом сделать. Мы сделали его, конечно. И убедились, что там, хотя мы плавили практически с чистой цирконией, появилось очень много новых химических элементов. Ну, медь, там та же самая, допустим. Ну, чего там только не было. Притом, там есть вещества, которые оказывались совершенно не могли в этой цирконией попасть, потому что первоначально его не было нигде. То есть алхимия? Да, алхимия. То есть в этом самом горне, в мечте любого алхимика, под управляющим напряжением 30 кВт, возникла некоторая структура. Оказалось, что цирконией в состоянии переходить в воде большое количество химических элементов. Вот такой вот странный эксперимент. Соленых много наделал, но мы поговорим именно об этом. А формула циркония какая? Просто циркония. Это элемент химический. Металл, да? Да, да. Не, ну там как там, сколько у него там, это как там, число, или как? А, да. Довлица Метилей, он где находится? Ближе к второму, к последней третьей. Вот так. Значит, следующий эксперимент, это, значит, Некатеринбург-Груцкаев. Что там ребята решили сделать? Они брали полиэтиленовый стакан, берут полиэтиленовый стакан, и там титановый провод, здесь два конца титановые, да, точно так же. В нем вода находится в стакане, и опять берут, замыкают эту, значит, цепочку, цепочку, у нас происходит взрыв. У них от советских времен, парадокс, а старых, то есть 70-х годов буквально, осталась очень высокоскоростная камера. И они эту картинку взяли и снимали. Выяснилось, что где-то вот здесь, вот здесь, в одном месте начинается долгое белое свечение. Если это было, если, при том его длительность, она где-то в 15-20 раз выше, чем время этого самого импульса. Вот. Начали смотреть, что здесь. Опять увидели большой спектр химических элементов. Но ребята на этом деле не ограничились. Они решили поставить после этого, поставить эту... Треки решили примерить. Не знаю. Нет, они не с пузырковой камеры, по-моему, делали. Так ты иначе. По-моему, это поменка. Вот. Они эти треки начали поставить. И оказалась следующая забавная вещь. Что там толстый треки от какой-то совершенно непонятной частицы. Эта частица не обладает электрическим зарядом, но зато очень хорошо реагирует на магнитное поле. Один из гипотез, с которым они высказали, что они таким образом обнаружили магнитный монополь. Что такое магнитный монополь и чем он отличается от обычного? Мы же все знаем, что у нас электрический заряд может быть либо положительный, либо отрицательный, либо плюсик, либо минусик. Но про магнитное поле мы сказать этого не можем. Магнитик у нас всегда с двумя полюсами. С плюсом и минусом. Ничто не мешает вести. Магнитный монополь, то есть это некий минимальный магнитный заряд. Этот магнитный заряд обладает полезными свойствами, но его никто до сих пор не видел. А полезными свойствами он обладает по той простой причине, что значит он может очень хорошо отделить, считается, если бы он существовал, ветер и ядра. Ведь обратите внимание, он взаимодействует с магнитным полем, а не с электрическим. Это означает, что когда у тебя есть ядро и оно окружено, допустим, какой-то электронной оболочкой, то этот магнитный монополь должен спокойно за эту электронную оболочку, поскольку он электрически нейтральный, обращаться к нейтрону. Но его реакция должна быть в миллиарды, десятки миллиардов от вас больше, чем если бы мы лупили просто по ядрам обычным нейтроном. Потому что нейтрон, это все-таки его, он обладает, скажем, только магнитным, он спином обладает. То есть обладает магнитными свойствами, но это опять полюс, по сути. Это дефолт. А здесь именно, вот именно монополь, вот так возьмется он, например, и стукнет. Вот. Это такая вот, это забавная вещь у нас получается. Они сделали еще следующий эксперимент. Они взяли всю эту воду вместе с титаном, вместе с этими химическими элементами, которые там образовались, кучей, в чашку Петри поставили. Поставили они это дело в чашку Петри. Вот стоит такая чашка Петри, где-то поставили фотопластинку. Выяснилось, что они в 18 часов это дело наблюдали, что у тебя здесь происходит бета-распад, а здесь у тебя его свойства как бы измены. В течение 18 часов после, значит, этой реакции у тебя происходят на фотопластинке треки, которые они литинфицируют, как треки магнитных монополий. Вообще говоря, это очень важно. Я сейчас не готов об этом говорить, но подробнее. И с детства я помню тот фундаментальный факт, что та кавариантная формулировка электродинамики, которая пользуется, скажем, теория поля или кто-либо еще, в случае магнитного монополия невозможна. То есть там вот эта простота и красота. То есть если есть монополь, то мнения Макселла верны, да? Нет, мнения Макселла верны, но подробнее формулировки, в смысле вот этих потенциалов всяких, ты его свести не сможешь. Кстати, Игорь, маленькое замечание. В современных полевых теориях со спонтанным нарушением симметрии, так сказать, есть, то есть в современных полевых теориях со спонтанным нарушением симметрии вводится понятие, появляется понятие о магнитном монополии. Так называемый монополь Техотфа-Полякова. Теория поля не чужда, так сказать. Да, теория поля не чужда, безусловно. Ну, по-другому, вот такая вот штука она есть. Это лидераковская идея, а значит, монополь, например, как магнитно-возбужденное состояние нейтрино, Лошак ввел. О Лошаке, помните, мы когда говорили, когда обсуждали двойной эффект айронного бомба? Вот это там исследователи. И вот эта штука, она так интерпретируется, но доказательств этому нет. Но очень важно, что у нас бета-распад начинает просягать минача. Это фундаментальный результат. Ведь в самом деле, да, что у нас происходит в бета-распаде? В бета-распаде у нас оказывается, что вылетает электрон и вылетает нейтрино. И у нас вот он распадается таким образом на протон, электрон и нейтрино. Анти-нейтрино. Да, анти-нейтрино. Которого носит часть энергии. И если говорить Духу Лошака, совершенно верно, то в некоторых акциях вполне возможно, что у нас, если нейтрино, если магнитное монополие, это магнитно-возбужденное состояние нейтрино, то этот распад должен проистекать иначе. И у нас будут оттуда вылетать монополи. Поэтому энергия чудовищная. Это гигалитрон. Это порядок такой. Ребята, оценили вот из этого эксперимента его масса 700 мегалитрон-вольт. Это они ценили. А мы чуть позже, это 1-1,5 гигалитрон-вольт. То есть при очень небольших... Вы понимаете, да, что энергии получаются очень маленькие. Мы замыкаем вот это самое. Происходит взрыв этого титанового или вольтванового стержня. При очень маленьких энергиях у тебя что-то происходит такое внутри твоей системы, что у тебя, во-первых, титан переходит в другие, большой набор химических элементов, да, с одной стороны. С другой стороны вылетают странные частицы, которые можно интерпретировать как магнитные монополи. И все это делается за 3 копейки. Имея камеру 70-х годов, высокоскоростную, научную. Не имея большого антронного коллайдера, практически не имея денег. А этот эксперимент год так 99-й, наверное, 2000-й. То есть практически нищий, посткризисной России. Так он как-то признан, нет ответственности? Его воспроизводили неоднократно, этот эксперимент. Общественностью он не признана совсем. Все, что я вам рассказываю, совсем не признана научной и общественностью. Притом, в отличие от аксиологичков, на которые просто сыплются партнер, говорят, что им нужны науки, вот эта группа этих экспериментов, она просто учеными замалчивалась. Она противоречит просто устроям. Да, она противоречит фундаментальным устроям. Теперь есть такая лаборатория... Есть такая лаборатория, называется Протон-21. Она находится в Киеве, возглавляет ее Станислав, Садамик, Доменко, не знаю, как его правильно. Или на станцию Доминии. Она работает с большим количеством других лабораторий, связанных, в том числе и в России, и на Украине. Очень интересно, что она частная. Ее финансируют частным образом в какой-то украинских вегах. По-российски метро, совсем не вегах. Такой просто состоятельный человек. Значит, в чем у них состояла проблема? Значит, они хотели при помощи, как они говорят, когерентных электронов, изучать их воздействие на радиоактивные вещества. Цель была радиоактивные вещества утилизировать таким образом, облучить их когерентным, под радиоактивным потоком электронов, и считать, что их радиоактивность совершенно уменьшится. Когеренты, значит, одной частотой? Да, когеренты означают, что одной частотой. Когеренты – это вот те самые наши волны, которые идут с одной частотой. Здесь с какой частотой идет волна. Вот у меня этот самый когерерод одинаковый. Электроны, как бы, не считаются. Что здесь получается? Что когда они у вас из пушки спускаются, из пушки, да? У вас здесь есть какая-то мишень, получается. И может так показаться, вот этот эффект очень похож на эффект интерференции, что в какой-то точке, как я говорил, у вас будет находиться вот эта пучность. Потому что эти волны будут между собой накладываться. У вас здесь, как бы, плотность энергии в отдельных точках, она может быть очень высокой. А столько высокой, что, быть может, она даже недостижима на современных ускорителях. На данных точках. А может и нет. Мне понятно, что происходит. Это вот такой эффект. Они поставили десятки тысяч экспериментов, выкрывали все это дело в кучу научных работ, и получили большое количество поврозительных эффектов. Прежде чем засунуть дорогие радиоактивные изотопы в эту самую пушку, они решили попробовать это дело на собаках, а именно на медной свинцовой мишени. Выяснилось, что будь то мей, что будь это и свинец, у вас они взрываются после этого. Берутся вот так, вызываются в это какой-то прямой точке. Если осмотреть следы их взрывов, то мы опять видим большое, там 8-10 наименований, 8-10 наименований, частиц, значит, химических элементов. 8-10. То есть вы представляете, берете мейк, а у вас там калий, у вас там кальций, у вас там натрий. И это было бы еще пустяки на самом деле. Но методы масс-пектроскопии фиксируют, что у вас появляются там некоторые изотопы, то есть химические элементы такой массы, которая стабильнее. Но одни такой массы, что выходят за пределы современно известной таблицы Меглеева. Что необычайно. Вот они какие-то следы их есть. То есть новые элементы, что ли? Ну, судя по всему, за этим скрываются новые элементы. Новые, сверхмассивные и достаточно стабильные элементы. Вот в чем дело. Они бетхоскопические. А всякие там калии, натрии, всякое прочее, ну там из меди, чего там только не возникает. И всякое прочее, они находятся в макроскопических количествах. То есть у вас была чрезвычайно высокая, скажем, частота свинец, там 9-9-9-9-9-9-9-9, а получается, что он, скажем, из него там осталось 0,87, а все остальное это набор других химических элементов. И самая проблема здесь состоит в следующем, что у вас весь этот кусок, то есть это мишень, оно не разрушается. У вас действительно происходят только отдельные точки взрыва. Потом идет с диким количеством... Украпления в свинце, да? Да, да, да. То есть в некоторых местах свинец взрывается, в отдельных местах. А в общем... Да я что направляю? Крагниальный поток в электронах. Ну просто-напросто. Придется опять тебе две иглы... Это же более простой опыт. Да. С одной стороны у тебя вылетают электроны, здесь опять управляющее напряжение, но очень похоже на электронский опыт, да? У тебя как бы... Они сюда прилетели, значит, и произошел этот дикий... И какая-то вот такая дикая несогласная вещь. У тебя появилась трансмутация вот этой самой мишени, продолжительный поток электронов. Они соответствуют... Они еще, что очень интересное, про это у нас тоже хочу сказать. Они соответствуют... Соответствуют, значит... Да, значит, много-много они таким образом получаются. У нас фиксируется в электричестве х-спрямо все в почве, то есть тот самый гей. Это видно на фотопленках. И самое главное, еще вылетают гаммы в памятном каком-то количестве. И очень интересно посмотреть на их спектр. Беру там какой-то такой спектр, спектральная плотность, беру полагрифмическая. Ну как-то спектр, я вымерю. В чем они здесь состоит прикол? Прикол состоит, что в природе последние 10 лет активно обсуждается такой объект, как гамма-вспышки. Каждый день у нас фиксируется телескопами на дне Земли гамма-вспышки. То есть идет в течение нескольких дарей секунды, или может быть секунд, мощнейший поток гамма-квантов. То есть жестких фотонов. Очень жестких, высокоэнергетических. Потом оценки показывают, что если бы такой объект взорвался в нашей галактике, то есть там на острожении сотен тысяч световых лет, то Земля бы просто бы испарилась. Масса гамма-вспышки на сегодняшний день описывается, значит, это как масса покоя Солнца. А 2-2-3-3-х. Масса покоя это энергия умножить на скорость. А гамма это протоны, да? Нет, это фотоны. Жесткие фотоны. Они обладают определенного рода спектром из этого тела. И очень интересно, что при экспериментах на свинце и на меде, которые они намерили, их значит спектр, вот эти гамма-квантов, которые из этого вылетают, он был соответствовал примерно, ну почти очень высокой степенью, гамма-вспышка. То есть, судя по всему, гамма-вспышка это реакция где-то далеко-далеко, в очень больших масштабах, оно имеет ту же самую природу, что и вот эти эксперименты с пушкой Адаменко. А, что еще очень важно? Когда вот эти химические элементы вы их делаете, смотришь их, они же разные изотопы еще бывают. Так вот, интересно, что их изотопный состав нарушен по сравнению к природному. Да? То есть, соотношение различных изотопов, оно другое, оно не природное. И что, опять же, причем нам интересно, все изотопы, которые возникают при этой реакции, они стабильные. Стало очень интересно, а давайте-ка возьмем-ка, значит, кобальт-60, и возьмем его, и попытаемся точно так же обработать. Он же радиоактивный, может быть, он вообще хорошо взойдется. Ответ, с кобальтом не происходит ничего подобного. Он не взрывается, никаких химических элементов заново не происходит, это тебе нестабильные медь и свинец. Но что с ним происходит, какие-то чудеса? С ним происходит следующее чудо. У тебя скорость, он же, он же, у меня там, вперед полураспада, чуть-то или полгода, или года. распадается по бета-бета-типу. Бета-распад происходит. У тебя скорость его распада там меняется просто в разы, становится меньше распадаться. Это же самое мы видели в экспериментах Светловского группа со взрывом только что титана. Титана выходит, чтобы мы видели там нарушение бета-распада, связанное с тем, что у нас скорее всего оттуда начинают вылетать магнитно-возбужденные нейтрино, так называемые монополи. Здесь ситуация очень похожая. Вот это как бы группа экспериментов, о которых мне бы хотелось сегодня рассказать, которые я предлагаю обсудить. Но самое здесь очень важное, ребята, конечно, шифруются между собой, потому что тут десятку новойских премий делом это сделает. Очень важно себе представлять, что подобного рода деятельств не странно, возможно только несчастная нищая Россия. Почему она возможна только так? А потому что у нас тоталитаризм административных научных органов он не такой глитущий, не такой жесткий, как мы скажем, происходит в Штатах. Потому что в Штатах если ты хочешь заниматься какой-то единой теорией поля, если это не будет теория, теория струнб, как я однократно говорил, то твоя семья будет голодать, ты потеряешь работу, потеряешь гранты, и тебе будет отказано в доступе к специальности. То есть там гораздо более жесткое большевистское правительство в науке существует, чем у нас. У нас такие вот эти маргинальные исследования странные, со странными эффектами, они у нас возможны. Хотя вот тот же Адаменко он не финансируется совершенно никакими государственными институтами, а финансируется как бы честный зажимать, если вообще-то говоря, научно, как сказать, цивилизация нуждается в каком-то научной прогрессии, и казалось бы, выгодно было бы знать на самом деле, как на самом деле. Да. Да. Какой смысл зажимать? Да. Какой смысл зажимать? Вот действительно, какой смысл? Надо же объяснять это. Это как объясняется? Это так, что научные школы, институты, эксперты создали себе из определенного рода разделов науки социальный статус и кормушку, скажем так. И для них подобного рода эксперименты, особенно не объясненные, кажутся маргинальными и странными. Кроме того, мы вспомним концепцию нормальной науки. Она состоит в следующем, что ученые совершенно не ищут нового знания. Настоящий нормальный ученый не ищет нового знания. Он пытается использовать всюду старое. То есть он за наукой занимается тем, что он пытается нормально наука. Подтверждает сама себя заново и заново. То есть, если у тебя появился какой-то странный эффект, то нормально ученому как делать? Он его пытается объяснить. Иногда он его объясняет. Если он его не объясняет, он говорит, что этот эффект испансифицирован. Если это, в конце концов, не получается, происходит ситуация глухого молчания. То есть ситуация, знаете, как бы, ну, представляете себе, ты говоришь о некотором эффекте, но это как будто взять в аудиторию воздух и испортить. Примерно так. Вот так, что так же о некотором ряде экспериментов говорить нельзя. Это как бы является неприличным. Ты никогда с этим экспериментом в журнал никакой не попадешь. Не потому что, а потому что вот это вот такая группа, которая, она, если Бога нет, то такой же тогда я майор. Раньше же все-таки аномалии как-то накапливались, потом они переходили в какое-то качество. Да, это очень интересно. Такое ощущение, что с массовым финансированием вот это сопротивление экспертно-научной среды, оно стало гораздо больше. Поэтому я говорю, что у России есть шанс. У России есть шанс именно в том, что она, что именно в слабости вот этих институтов социальных, научных. Ну да, ей шансы, может быть, что-то открыть, но нет шансов использовать это на практике. Ну, эти ребята, вот, Адаменко, они делают даже промышленный какой-то реактор на этом деле. Не знаю, что будет. Это Адаменко, где, на Урале или на Украине? Русская, на Урале, а Адаменко... Вообще, это, кстати, это, конечно, смешно звучит, но вообще говоря, зачем алхимикой люди занимаются? Не ради же науки. Хотели за золото делать? Да, здесь золото тоже огромное. Небольшое количество золота здесь получается. Значит, смотрите, здесь, что в чем это? Да, это самое золото здесь наименее интересное. Не, ну, понятно. Здесь есть техническая задача, она состоит в том, чтобы, когда у вас есть медная или свинцовая мишень, использовать энергию не маленьких точек, когда мы действуем, а как бы всю эту медную мишень взять вот таким образом пережечь. Всю ее. Это сложная инженерная научная задача. Если это так, то это фундаментальный прорыв вообще мировой энергетики. Вам не нужна ни нефть, вам не нужен ни газ, вам нужны ни атомные реакторы, ни атомные электростанции, ничего. У вас стоит такая малюсенькая штучка с католиком и аналитиком, посередине маленькая-маленькая копилюшечка медиа и свинца, и ты на этой маленькой копилюшечке медиа и свинца всю жизнь ездишь. Или телевизор на ней всю жизнь работает. А закон сохранения энергии как он будет сохраняться? Чтобы образовать такую большую энергию, надо же подать на нее энергию какую-то? Ну да, подать. Небольшую, как в атомном электритере, подаешь маленькую энергию, что-то там происходит, там выходит большая. Или как у тебя при горении? Ты взял, спичку поднес, энергии суть не тащил, хопа, поджел, значит, спичку. А уголь взял и загорелся. И горит, 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 здесь тоже такая вот вещь. У нас сейчас это... То есть гореть будет как металл, да? Да, у тебя будет гореть металл, у тебя будет гореть обычная свинец. Но никакого до мега, несколько точек ты по электронам сделала, у тебя в некоторых местах она взорвалась из каких точек, может быть в одной. А в других точках она медь, мега, или свинец, или сон. В принципе, материю выжигает, да? Да, да. То есть ты занимаешься том, что ты делаешь маленькую, прикладную, ядерную установку. Ты вообще не дождешь. Просто если у Козырева представление, я не знаю, насколько, соответствуют ли они чему-либо в реальности или нет, он считал, что он занимался звездами, и по какой-то теории нашей, что звезды должны быть быстрого играть. Да, удобство. Типа солнца, допустим. А на самом деле, что они используют каким-то образом время. Может быть, они и не время используют, а просто используют потери. На сегодняшний день могу сказать, что обычно термодийная реакция, простекающая на Солнце, она, значит, должна сопровождаться потоком нейтрина. Была определенного рода проблема до 2010 года, где-то или 2011, что у тебя поток нейтрина, который исходил на Солнце, был мало и был не тот. Но были выданы гипоти нейтринных ассалляций, недавно был поставлен эксперимент, который вроде бы это дело все подтвердило. Вроде бы у тебя поток нейтрина соответствует тем реакциям, которые должны происходить на Солнце, в смысле термодийного. Что я могу по этому поводу сказать. Потому что, может, козырь и не надо. Надо этот вопрос серьезно посмотреть и серьезно на руку подумать. Но важно, что подобные роды реакции, если они существуют, почему они могут происходить где-нибудь на звездах или где-нибудь еще? Потому что могут происходить чем угодно, с любым веществом. Если у тебя действительно есть какая-то штука, может, это магнитный монополь, где-то у тебя там летает, он большой, тяжелый, разносит себе эти ядра на кусочки, собирать новые и так далее. Такая штука есть. Может, это и не магнитный монополь, может, это как-то иначе происходит. Но вот мы возвращаемся к каким-то представлениям достаточно простым. То есть всю эту философию настроить заново. Получается так? Почему обязательно? Это не заново. Это сложная вещь. Надо понять, как это происходит. Почему заново настроить? Ты сейчас возвращаешься к экспериментам, в которых нет ни квантов представлений, никаких современных теорий. Просто стандартные или классические представления. Я думаю, что тем не менее в этих экспериментах не требуется пересматривать квантовую механику. Ни в коем случае. Да, может быть, и нет. Просто, как бы, возможно, подвергнутся ей неисправлению какие-то именно фундаментальные и классические представления. Ну, вот, и как раз я про эти эксперименты говорю, в отличие от тех же экспериментов Козера, о которых я обсуждал, или все эти штуки наши связанные с гравитацией, что здесь-то как раз моя, что все гораздо проще, здесь уровень сложности гораздо ниже. Будет подправлена современная ягерная физика пересмотра, и все. А фундаментально не будет пересмотра на ничего. Ну, так же не бывает науке, ты же понимаешь, что как раз если речь идет о фундаментальных каких-то вещах, то пересмотры скажутся на все. Не знаю. Я думаю, что... Я не думаю, что здесь как-то гравитацию кажется пересмотреть. Гравитацию, может быть, нет, но представление веществе о том, как... Да и веществе тоже нет. Причем, это же лошаковская теория вот этого. Может быть, я... А, неправильно. Что у тебя действительно есть магнитный монополь. Ты же... Тебе же не нужно фундаментально электродинамику модернизировать из-за того, что появился монополь. Ну, просто я не представляю наше. Я даже не знаю. Просто, если магнитное... Раньше как считалось? Электромагнитное поле, да? Там, одновременно или магнитное... То есть, электрически магнитное. Как бы... И вообще явление электромагнитизма всегда надо считать не отдельно электрическое явление, а именно электромагнитизм. А теперь получится отдельное электрическое явление отдельное магнитное явление. Почему? Совершенно не так. У тебя просто появляется магнитный заряд. Да. У тебя же был только электрический заряд раньше. Не, ну, возможно, в представлении будет, когда чекает магнитное поле без электрического. То есть, если... Магнитное поле сейчас есть без электрического. А чего такого? Нет, оно все равно электромагнитное поле. Оно электромагнитное. В другой системе отчета она будет как сумма электрических и магнитных. Но ты можешь использовать такую систему, где это не будет электрического поля будет одномагнитное всегда. Что такое электрический магнит? Когда у тебя две есть компоненты, у тебя летит какой-то пробный заряд электрический, на него действует какое-то поле. Это поле действует либо чисто от его координата, когда мы говорим об электрическом поле, либо чисто от его скорости, когда мы говорим о магнитном поле. Так если есть магнитное поле, то как оно распространяется, если нет носителя этого поля? В этой системе координат, где мы перешли, где только осталось одно магнитное, там что-то прилетит? Токи, токи, токи. Как оно распространяется? Идет ток. А ток, что это такое? У тебя ток. Ток это как бы суммарный заряд, в любом отрезке он равен нулю, но этот ток, то есть электрический заряд, они движутся. За счет движения возникает магнитное поле. А здесь могут двигаться монополи, да? Да, здесь могут двигаться монополи, то есть, например. И как там быть, я не знаю. Поэтому я говорю, что у тебя фундаментальное уравнение Максула останется те же самые, но в их коммерческую форму ты их привести не сможешь. Уравнение Максула немножко не совсем те же самые, то есть дивергенция магнитная... Ну почти те же самые, так сказать. Не будет уже равна нулю. Да. Значит, изменение уровня лонуса изменится? Что это означает? Что ты берешь и ты играл по панту, смотри. Какие уровни лонуса? Ну, преобразование это. Преобразование уровня лонуса? Ты берешь по некоторой поверхности... Зависит от этого изменения. Ты берешь по некоторой поверхности, по ДС, вот это магнитное поле, ты его как бы интегрируешь по этому поводу. Это означает, что у тебя все там торчит вот туда как-то. На сегодняшнее представление, когда нет монополии, оказывается, что это равно нулю. Для электричества, когда ты это дело интегрируешь, электрическое поле, то это пропорционально заряда, который заключен в данной сфере. Ну это понятно. А Та это равно нулю. А если у тебя появился монополь здесь, то есть это интеграл у тебя будет отличный от нуля. Это тоже будет пропорционально какого-то там магнитного поле. Но вообще-то говоря, эффект должен же будет проявляться как-нибудь, если там все-таки не ноль. Да, но мы же что узнали? Мы же узнали из этих экспериментов, что масса, если существует этот магнитный монополь, то его масса составляет ГВ. ГГЭВ. Это чудовищная масса. Масса протона нейтрона 1ГФ примерно. Ну вот, а здесь он вот такой. У него маленький он, а его именно ГГЭВ. На самом деле редко такую штуку стоять, по-моему. Нет? Маленький в каком смысле? Ну как бы все-таки это нейтрено изначально. Ну это вопрос, это никто не знает. Да, это как бы да. Ну вот. Маленькие, большие. Вот такие чудовищная масса для очень маленькой частицы. И эта картинка позволит мне предупустить. У меня техническая, инженерная задачка интересует. Вот если эту задачку вот так можно решить, если все это правда. Действительно, я многое не говорил. Есть большое количество других групп, которые получают схожесть в уртале. Правда, все шифруются. Что они там делают, что и как они делают. Ну вот они получали вот этих. Потому что, как ты правильно говоришь, сейчас преобладает финансирование. Да, всякого рода эксперименты, которые получают реальный результат, они просто могут в дальнейшем принести огромные прибыли. Понимаешь, поэтому это важно. Ну я не знаю, я как, что важно или не важно. Но вот это вот так. И вот если бы сжечь кустую капелюшку этого... Представляешь автомобиль, который вечно съездит на грамме свинца? Просто тупо. Конфинансирование. Просто тупо. Интересно сказал. Ты говоришь, вот, допустим, научная, скажем так, администрация, да? Там, тормозит все это дело. Нет, научные явки. Ну, научные явки. Ну, не важно. Ну, а какой-нибудь, допустим, частный бизнес. Неужели они могут это профинансировать? То есть это, так вот, обещает колоссальные... Ну, а также вот этот олиганский какой-то там банкир какой-то и финансирует целиком. Полностью целиком. Там государства нет. А все вот эти эксперименты, они потом в государственной лаборатории заказываются химическим анализом десятки способов. Я читал, пожалуйста, монографию. Десятки способов, где это все заказывалось, все это мерило, что химический состав их другой, что здесь возникает новый элемент. Метал-соэксиатурный состав таких элементов. Это все делалось в нашей обычной российской всевозможной лаборатории. И у них на Украине тоже делалось. Просто с этими экспериментами, ну, у Адаменко, ну, поверьте мне, у них куча работ научных. Они этих взывов произвели десятки тысяч, там, номер десять тысяч, там, пятьсот семьдесят шестой какой-то. Для них это нормально. Они много всего этого сделали. И как бы в ответ тишина. Я то, что читал, результат 2004 года. Спор это считается, но народ это как бы совершенно не признает. Почему, как? То есть ни в одном научном журнале как бы их статьи не принимают? Нет, 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 нет. Адаменко нормально в научных журналах на Западе публикуется. Совершенно четко. Спокойно публикуется. Какие-то журналы были. Неизвестный мир. Неизвестный мир не хочет. Специальных журналов по этому нет. Но Адаменко публикуется нормально. Уцкаев тоже публиковался. У них в чем здесь разница большая сестра? Потому что вот эта штука с трансмутацией химических элементов, это российская штучка. Фишка. Их западная маргинальная фишка, как вы знаете, это холодный термояд. У них своя фишка. У них там идет своя борьба. Ну, по моему взгляд, холодный термояд по своему эффекту и подтвержденности. Он гораздо, ну, может быть, сто раз меньше вот всей этой группы. Всех этих исследований. Ну, это очень показывает, что физика это все-таки наука. Интересная, необычная, плохо финансируемая, маргинальная. Но она где-то существует у нас здесь как-то же. Тебе же как считалось, что физика ушла в такие энергии, что она требует огромных положений? А тут получается, что в обложении достаточно. Да, за три копейки, да, буквально. Ну, не за три копейки, но все равно вложение приемли. На наши деньги не учтить никогда. Ну, а этим можно. Ну, да, сравнительно недорогие. Ну, то есть, как бы это миллионы долларов всего лишь. Не миллиарды, не десятки миллиардов, а миллионы долларов. Да даже эти ребята вообще-то делали. У них было много количества. У них было большое количество советского голода не стало. То есть, людям выгоднее построить этот коллайдер, да, за миллиарды долларов, да? Потом эти, ну, неизвестно как там, и почему они его строят. То есть, с научной точки зрения непонятно, а правда непонятно. А зачем вообще с точки зрения финансов? Не при чем его построить? Чем подводить может быть? У этой штуки есть и долговое следствие. Это я об этом не говорю, но давайте уже посуждаем как фантасты, да? Если эта вся штука подтвердится и у ТАСа сжечь вот именно, как он брать, метель или семья, сжечь вот таким образом, то всему технологическому кладу современной цивилизации настанет конец. Ну, не будет ее. В современной цивилизации такой, какой мы знаем, ее не будет никогда уже. Все. Будет все это совсем принципиально другое. Совсем другими энергиями, совсем другой стоимостью, совсем другой доступностью. Это будут, я не знаю что, но может быть будет выгодно на вертолете летать. Если у тебя здесь такой маленький портативный вечный двигатель стоит на борту. Взял на вертолете и полетел. Не будет дорог, не будет городов. Нет, но межпланетные, опять же, станут возможны там эти перелеты. А вот они-то и не станут. Почему? А потому что им надо от чего-то отталкиваться. А что ты возьмешь? Чего ты будешь толкаться? Да, рабочего тела. Рабочего тела это не будет? Да. А, то есть это энергия только в смысле какой энергии? Ну, как электрической. По электрической. То есть на электродвигатель не полетишь, как на велосипеде не полетишь. Нет, в фотофотонных ракетах, то есть можно создать там настолько мощный пучок света, что... Ну, парадокс состоит, что это все-таки не мощная вещь, похожая на ток. То есть она мощная, конечно, но она не термоядерный масштаб. Нет, кстати говоря, что касается коллайдера, тут все-таки это же вещи не взаимозаменяемые, так сказать, вот эти вот вещи и коллайдер. Да дело не в этом, просто еще не разобрались на этом уровне, а уже пытается что-то там... А не понимаешь, коллайдер из каких соображений строится? Считается, что все это уже проверено, как бы там теоретически все построено, осталось только экспериментом подтвердить и все, и уже можно там больше об этом не думать. То есть это как в своем роде такой гипераптимиза, да? Ну, не совсем как бы, то есть как раз для проверки там, в общем-то, как бы теории он и создан, но потом же на нем... Мало того, что, как бы, до проверки существующей теории, во-вторых, там же могут быть какие-то новые эффекты достигнуты. Там что-то не слышно о нем ничего в этом коллайдере, что-то там что-то замечательное такое, кроме вот парадокса, связанного там с этим движением. Измеренно, да. Не термо. Что там сказать, быстрее сквозь свет? Ну, видимо, это либо ошибка эксперимента, либо... Да дело не в этом, дело просто в том, что, ну, вот, хорошо, это ошибка, вот, Игорь говорил про нормальную новую. Хорошо, пусть это будет ошибкой, ну, а что еще-то они сделали, что еще полезного? Кроме того, что освоили миллиарды городов, да? Ну, там, не миллиард, там больше, я вас знаю. Я говорю, миллиарды. Ну, я же не говорю, что это... Ну, поздно или рано, они объявят, что все-таки Базон Хигас нашли. То есть, есть какие-то эксперименты, которые на него увлекают. Куда они делают? То есть, в общем-то, современная наука, это, своего рода, просто современные религии, да? Дальше религия была имела одну форму, а теперь она имеет форму научности. Нет, ну, просто, может быть, не нужно так все, как бы, огурно, так сказать, на науку уговорить, Ну, просто, видите, действительно, вот, некоторые вещи, вот, некоторые, как сказать, ну, вопросы престижа, вопросы, как сказать, даже не знаю, престижа, наверное, очень часто вмешиваются в науку и вредят. Ну, вот, допустим, действительно, ищут этот Хиггсовский Базон, да? То есть, должны таким образом подтвердить модель Вайнберга Салама. Ну, за эту модель просить им же дали Нобелевскую премию, он хрен знает когда. А, как-то, возникает вопрос, собственно, на каком основании. Теория не петрулина экспериментам, как бы, людей награждает. То есть, американцы, так сказать, они очень лихо раздают Нобелевские премии, так сказать, своим ученым, хотя, допустим, другие, за аналогичные или даже более серьезные достижения их не получают. Вот, и поэтому, раз, как говорится, все уже, как призы розданы, то это как-то должно быть оправданно. Поэтому, может, и найдут. Так это ино будет означать, что наука есть религия. Что такое религия? Это система догм. Я не думаю, я не думаю. Система догм, которая не подвергается пересмотру. Несмотря ни на что. Ноука – это определенная работа бизнес по освоению денег, в том числе. Нет, и бизнес есть. Разговор-то какой-то странный. Что такое религия? Религией может быть и бизнес быть религией, понимаешь? Религия – это же не поклонение. Религия – это способ, каким ты живешь в реальности. У тебя есть какие-то догмы. Они просто не подвергаются никакому пересмотрению, несмотря ни на что. Если факты противоречат этим догмам, тем хуже фактов. Не надо всю науку под одну грядонку. То, что в каких-то определенных странах, определенных научных школах… Действительно, мы наблюдаем административный нажим, такой большевизм, как Игорь говорит. Это же не значит, что вся наука – это карава. Ну, почти вся. Ну, 99 лет. Я тоже не согласен с Игорем, что почти вся. Наверное, все-таки есть ученые, и наука есть нормальная. Да и не то, что их есть. Не единицы их. Просто немного странно, конечно, что как-то фундаментальная наука как-то перестала заниматься там серьезно. Я просто не видел. Ничего не происходит. Все остановилось там где-то в начале века. И все. Нет, но это не правда, конечно, как-то остановилось в начале века. Ну, допустим, я совершенно не согласен, что теория поля – это какая-то тупиковая теория, которая там ничего не дала. Разумеется, это не так, потому что… Ну, почти. Ну, по сравнению с кванатом механикой есть слово «почти». Даже не почти, потому что, ну, во-первых, на то пошло. Теория поля, так сказать, методами теории поля, разработанными в теории поля, пользуется вся физика, то есть вся теоретическая. Это так. Да? Это так. Но дело даже не в этом, да? Есть, скажем, какие-то уже в физике твердого тела используют, ну… Это тоже так. Эффекты полевые. Не эффекты, а просто способы учреждений. Ну, не только способы учреждений, но и всякие там… Способы решения задач, полевой подход… Не, ну, не только это же, почему же? Всякие там изучаются, скажем, эффекты, связанные там, скажем, со слабым взаимодействием электронов, там, с ядром. Вы чего? Сильно-сильно-сильно повинете? Ну, я не знаю. Может быть, и не сильно. Ну, и потом говорить о том, что, ну, если, допустим, аномальный магнит-момент электрон, так сказать, рассчитанный в кванатуре динамики до пятого знака после запятой совпадает с экспериментом, то… Больше, да. Да, ну, как бы, ну… Нельзя говорить, что теория – это, там, чушь какая-то. Это у Богорелова Шеркова очень интересно смотреть. Вот, чтобы посчитать еще следующие четыре, потребовалось сорок лет типа того, что… Следующий партнер – это диаграмма, для аномального магнит-момента. Мы его посчитали, получили еще больше точности. А там какая-то другая константа, я не помню, какая там… А там не могут посчитать все точно… Константу… Еще какую-то тоже важную константу, там… Несмотря на то, что все теории есть, посчитать не могут. Нет. Дело в том, что я тоже считаю, что, как бы, современная, допустим, теория поля, она… Она, видимо, не полна, конечно. То есть, она не то, что неверна, она не полна. То есть, видимо, в этой области еще будут какие-то серьезные изменения, серьезные, как бы, открытия. Вот. Но говорить о том, что это, как бы, тупиковая какая-то ветвь, там, в развитии науки – это, конечно, ну, не серьезно, на мой взгляд. Я считаю, что в физике элементарной частицы никакой разумной альтернативы полевому подходу просто не существует. Ну, больше всего, она похожа на иплициклы. Ну, нет, конечно. Потому что она что-то обсчитывает, что-то делает. Там есть определенная логика. Вот штука, которая построена вся на расходимости, когда все эти части бесконечны. Да. Расходимости – это, как бы, это вот, на самом деле… Приводит к таким моделям, которые вообще не решаются. Ну, как вот задачку, например, какую-нибудь самую простейшую задачку, в квако-углионной теории, то есть теории силного взаимодействия решения – никак. Белут, когда на решетке, что-то там считают, что-то не подтверждается. На решетке… А где решетка и где квантовая теория поля? Что ты имеешь на своей решеткой? Ну, решетка, когда ты в мире, по-станству представляешь, не сплошной, просто представляешь некой решеткой. У тебя все углионы и квакки, они, как бы, сидят в узлах этой решетки. Ну, то есть дискретница со шагом. То есть, как бы, здесь моделирование такое? Да, моделирование такое. У тебя, получается, что ты там можешь что-то посчитать. Ты это дело и считаешь, и ты, вот, что-то подтвердил. Так, теория поля, она вся построена у тебя на континуальных представлениях. А ты ее на решетке считаешь. Ну, я, как бы, тут не берусь, как говорится, что там решетки, не решетки. То есть, конечно, квантовая хромодинамика, как самая сложная полевая модель на сегодняшний счет, конечно, там, ну, понятно, что она… И самое главное, есть, продолжая действовать принцип Переслегина, который я называю, который он говорит, что либо у тебя появляются новые механизмы, и новые… Да, новые механизмы, и новая техника. Сразу же, в течение 30-40 лет, либо не появляется никогда? Ну, это неправильно, хотя бы потому, что, понимаешь, чем дальше мы, как бы, продвигаемся в теории, да, чем более уже каким-то сложным и тонким вещам мы обращаемся, тем, конечно, этот промежуток будет больше между, так сказать, между теоретическими разработками и практическим применением. Ну, это вот все надежда. А вот давай вот закон гравитации Ньютона сформулировать, и что, какая новая техника на нем появилась? Ну, причем, какая техника? Это же закон, так сказать, межпланетных, межзвездных, так сказать, расстояний. Ну, это все, все вот так говорят. Все так говорят, межпланетные, межзвездные. У нас, получается, либо у тебя получается сразу, либо не появляется никогда. Ну, какая может быть техника на гравитации? Ну, сам по-моему. Никакая, поэтому она не появилась никогда. Так нет, это же безотносительный довод, даже если мы абсолютно верим. То есть, у нас есть, как бы, два класса научной теории. Первый класс научных приходит, приводит к бурному развитию новых техники, новой инженерии в очень короткий срок. Ну, фактически все, что было, как Макс написал свою систему, когда я поработал, то эти сон уже сделал буквально за пятьдесят лет. Он все это сделал, а теперь мы только делаем это более точным, более маленьким и так далее. Как произошло эксплантовая механика? Повел эксплантовую механику в течение десятка лет, и, грубо говоря, через 30 лет была создана атомная бомба. Я согласен с Игорем, что практика использования каких-то научных открытий больше подтверждает теорию, чем любые эксперименты. Ну, у тебя сразу же, квантовая механика, у тебя сразу же фермерк. Фермерк новых эффектов поразительных, необычных, новых технических устройств, чего только не было. То есть, практика это и есть подтверждение теории, понимаете? Простите, допустим, какие могут быть технические устройства, допустим, на основании каждой теории поля, если мы имеем дело, допустим, с релективистскими частицами? Конечно, в системах технических мы не имеем дело с релективистскими частицами. Ну, там все так и говорят, правильно. Поэтому квадковая бомба не появилась сейчас. Кому она нужна? Не появилась почему-то. Ничего другого не появилось. Какие необычные, странные эффекты предсказала квантовая хромодинамика? Почему она предсказала это? Что у нас нового с ним получилось? Ну, я не знаю, честно говоря. Я знаю, что ничего. У тебя есть какая-то модель несчитаемая совершенно. Никаких новых эффектов, ничего. Единственное, что то, что есть какая-то картинка, которая у тебя сделана на пальцах, которые из этих уравнений квантовой хромодинамики никак не вытекают. Эти кварки, как они там губками соединяются, это вращается в новый элементарный список. Вот, да, она работает. Она позволяет там частоты считать, что-то еще. Все это она делает. Но какое дело вот эта картинка на пальцах создана и квантовая хромодинамика к системе уравнений? Они между собой не связаны. Просто эта теория находится сейчас в процессе как бы восстановления. Так, блин, она начала становиться, то есть появилась. до нашего с вами рождения. Не, ну простите, извините меня, а когда... Вообще-то первая работа по механике, можно сказать, это Галилей, извините меня. А, простите, она развивалась как бы... Закончена она, в общем-то, была в работах Гамильтона. Это уже середина, там, девятнадцатого века. Формализована. Но тем не менее. Ты путаешь, тогда темп был другой, честно. Нет, ну вот она формализована. Ну что ты... Ты представляешь, темп... Нет, это сказать не просто, формализованно. А вот то, что, допустим, фактически... Вот, как сказать, то, что... Вот, допустим, мы сейчас говорим, что... Вот, допустим, осознание того факта, что в классической механике существуют системы в рамках классической механики. Существуют системы, которые не по техническим сложностям, а принципиально не допускают детерминистического описания. Простите, это, в общем, поняли я только в начале двадцатого века. А тем не менее, это всё в рамках классической механики. Да, в классической, в классической, поняли и поняли. Это не важно. Но у тебя... Мы это наблюдаем за следующим. А где такие системы? Ну, если... Ну, если... Да, если... Ну, допустим, газ тот же самый-то. Ну, вот... И тем не менее, когда у тебя это всё появилось, у тебя раз, появилась механика. Тоже боборный взрыв всевозможных вещей. Появилась электродинамика, тоже холодильная техника у тебя полностью пошла. Не, ну, прости, а... Ну, ты не знаю, какое, допустим, статистическая физика, что... Ну, термодинамика. Ну, холодильная техника. Ну, термодинамика. Ну, термодинамика, да. Вся холодильная техника возникла после появления этой термодинамики. Но, поверьте, статистическая физика, как теория, да, она практически возникла уже после появления этой термодинамики. Да, но она способ описания, как и коммингтонноформализм, это способ описания коммингтонской механики, которая, в общем-то, одним выдающим человеком или несколькими была в течение короткого времени создана. Это уже привело к взрывному характеру развития науки и техники всевозможной. Ну, просто о чем мы видим? О том, что... О том, что... О том, что существует... О том, что существует... Существует ли принцип Переслегина типа того, что... Существует ли принцип Переслегина, который формулируется в качестве альтернативы? Либо появление новой физической теории приводит к взрывному характеру развития техники, мгновенно, либо в течение 30-40 лет, либо этого взрывного характера не происходит никогда. Появление новой теории основывается на наличии необходимого практического материала. Просто кто-то этот практический материал обрабатывает и формализует, превращает слова в формулу и что-то подобное, и это становится доступным всем. Пока вот отдельные эксперименты, они доступны только, что называется, в узком кругу учебы. Поэтому к практике никакого отношения не имеет. Теория появляется, когда это все объединяется в некий формализм, становится доступным всем, в том числе и технарям. Технарии уже на основании этого, не знаю, создают тебе компьютеры и что-то все работает. На сегодняшний день этот принцип действует таким образом. Либо это у тебя появляется сразу, либо не появляется никогда. Нет, что еще сразу? Сразу, сразу, сразу. Сразу у тебя появилась электромоктизная теория, тут же у тебя Эдисоном и компания Тесла, и другим компаниями изобретателей, все, что было возможно из этого, она тут же и появилась. Вот весь мир, вот тут у тебя и возник. Лампы, транзисторы, усилители, всякое это прочее. Потом интересовался, развивался, совершенствовался, перестраивался. Ну, он у тебя возник тут же. Из контрмеханики тут же, через 20 лет у тебя, после 23 года, бомбу взорвали. Хорошо, замечательно. Так, а сейчас какая проблема, какая возникла новая тишина? В 60-е годы в конце была, например, сформулирована теория, считается такой, хорошей наукой, квантовой, хромодинамикой. Никакой техники, никакого нового устройства не возникло. И согласно принципу Переслегина, уже не возник никогда, потому что пошло больше 40 лет. Ну, вполне может быть. Почему обязательно должна хромодинамка должна была привести? Закон смирного тяготения. Закон смирного тяготения. Он не привел ни к чему. Не приведет опять ни тогда. Не то, что очень привел. Закон смирного тяготения. На основании него летает ракет. И как это они на основании его летают? Рассчитывали. А как? На основании чего? На что, хромодинамик рассчитывал? А полеты и траектории полетов, снарядов, чему угодно? Правильно? Механикам... На основании Закон метона рассчитывали вообще. Закон метона. На поведение Луны и так далее. А потом это все сказалось на том, что полетели космические корабли к Луне. И они так здорово полетели, что Келдыш даже жизнь самоубийства не прохочил. Замечательно они полетали. В чем здесь Келдыш и его самоубийство? Потому что первоначально первые 10-20 лет мы эти ракеты, вычисленные, казалось бы, на обычных формулах постоянно теряли. И мы, американцы. А потом поймали каким-то образом американцев случайным образом. У себя какой-то спутник Венеры. И начали считать по задаче двух тел. И у нас такая же ситуация была. Келдыш был членом, по-моему, Келдыш. Но у него это дело не происходило. Может, на обычной жизни, но он покончил жизнь самоубийством. Кстати, по поводу хромодинамики. Надо не забывать такую вещь. В отличие от электродинамики, уравнение хромодинамики нелинейный. Нелинейный. А решение нелинейных уравнений представляет огромные сложности. Независимо от того, описываемый кварт или описываемый там волна на воде. Да. Ну так это же надо тоже учитывать. Да надо учитывать, надо. Кто же спорит? Может быть, твой закон Переслегин, он что называется, сам не верит. А ты на основании его делаешь выводы глобального масштаба. Ну, сказал, что Переслегин там, не знаю, про ляпнул. Нет, пока не он где. Почему? Друг каких-то примеров там, типа, о, там создали то, через три средства отдаляет. Да. И все теперь, и все человечество должно, все оставшиеся, я не знаю, там, не знаю, там... Я так хуже... Я так хуже... Я так, в отличие от Переслегина выхожу еще проще. Просто я говорю, либо создание новых физических принципов приводит тут же к новому характеру техники, либо эта теория неверная. Вот, скажем, этот самый, наш, этот, Нобелевский лауреат-то... Нет, который сейчас еще ныне здравствующий... А, вот это, наверное, Новосильцева там... Нет, 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 который получил, Нобелевский, Нобелевский Алферов, да, за создание, там, за работу, которая была, не знаю, там, чуть ли не в шестьдесятых годах. Чего, что он делал? И что? У нас взрыв? То, что он создал, не является ни в коем случае фундаментальной новкой. А что, а что? А на самом деле с чего он работал? Обычная прикладная новка у него. Как все же прикладная новка, а что он просто так, это самое, прошло на улицу, взял какой-то камешек, привелся сначала его долбить? Ни с того, ни с сего. По поводу еще, действительно, практического применения, да, скажем, не случайно, да, то ведь не от глупости, люди, скажем, создают огромные ускорители, чтобы достигнуть, там, каких-то энергий уже, таких, релятивистских ошибок. Ну, простите, значит, значит, технические устройства, которые используют, так сказать, достижения теории, квантовой теории поля, должны быть подобие ускорители каких-то, да? По дороговизне, так сказать, по размерам своим, ну, и, простите, и что? О каком техническом применении, вообще, тут, можете сейчас говорить? В случае гравитации масса у него с Солнцем и Земля? Конечно, да. А как иначе? В этом переселене говорит, что не происходит никогда, ну, там, на 200-300 лет. А я говорю, что, скорее всего, раз у тебя та история с законом всемирного тяготения Ньютона не утрансовывается по целому ряду параметров, то, скорее всего, здесь что-то не то. Может, и не то, так что? Ну, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что наука и прогресс человечества каким-то образом... Мы обсуждаем вопрос механизма торможения, понятновения новых научных эффектов и обсуждения их в научной среде. Каков механизм торможения? Мы говорим о механизме торможения. Налицо, безусловно, и вот эти эксперименты, про которые я рассказал, но то, как к ним относится прогрессивная научная общественность, они показывают, что существует мощный механизм торможения, который РКО написал в качестве такого понятия, как нормальная наука. Что нормальная наука, она вовсе не заинтересована в позу принципиально нового знания, она стоит на страже существующего. Мы обсуждаем, каков этот механизм торможения для нас, интересно. Почему новое тормозится так? Что же тормозится? Тот, кто создал новое, провел какой-то эксперимент. И что? Дальше-то что? Ну, они провели эксперимент. Что-то у нас там появилось? Еще дальше что с этим делать? Они предлагают теорию, которая бы описал. Не предлагают. А зачем этот эксперимент нужен? Почему мы должны сейчас все бросить и начать, и на основании этого эксперимента, что называется, перестраивать свою жизнь? Да, да, да. Так как мы можем перестраивать, если есть эксперимент еще ни о чем? Надо бросить все, вот этот эксперимент, десятками группами его проверить, и создавать теорию. Вот так и надо работать. Если ты сам говоришь, что люди это делают на календрах, то в чем проблема? Почему остальные лаборатории, которые им не нужны? Ну, десятки вот из этих технологических приборов, никто этим не занимается. Десятки, десятки лабораторы проверили, а подавляющее большинство, ну просто эти данные. Нет, что уж проверили. А описывать-то, кто собирается? Пусть подключают теоретику. А кто? Пусть подключают. Пусть теоретики сами подключают. Пусть теоретики сами подключают. А зачем им это нужно, если они в этом не видят ничего особенного? Нет, но особенно в этом и есть, конечно, если это эксперимент. Если это так, еще я сомневаюсь. Люди на календке сделали, так сказать, научное открытие в 21 веке, когда люди строят коллайдеры и не могут ничего сделать. А тут люди взяли, так сказать, два проводочка соединили, и вдруг получили, так сказать, что-то такое, чего не знает никто. Так не бывает. Так не бывает, думаешь? Ну, это когда-то было, может быть, при Галилее и Эдисоне. Я думаю, что это было. Сейчас я думаю, что это нет. Только так и бывает. Насчет того, что, говорит, бывает по-всякому. Так и так. Поэтому жизнь на той и жизни, что она многограммная. Поэтому утверждать какую-то крайность, это, наверное, не совсем будет. Ну, это механизм торможения, мы же его обсуждаем, да? Вот этот механизм торможения, который существует в современной цивилизации, он очень важен. Возможно, действительно, да, существует некое, но это может быть... Это же только пример. Это механизм, возможно, защитная реакция от, что называется, от лженауки. Да, и в том числе и так. И от этих самых, от различного рода людей, которые, не знаю, там, занимаются, ну, сумасшедшим. Да? Вечные двигатели там создают, так сказать, проекты, там, сотнями клепать или еще что-то. Да, да, я согласен, да. В том числе и защитные механизмы. И никаких проблем, пожалуйста, доказывайте. А есть светлая магистральная линия, которая устроена в область высоких энергий, которые устроен коллайдерами. Нет, тут дело не в этом. Защитные механизмы действительно есть, как бы, много патологов, которые, так сказать, всякой фигней занимаются. И, как бы, их надо отсеивать, конечно. Ну, вот, я не хочу сказать, что это патология. Наверное, нет. Ну... Так... Ну... Продолжение следует...